это девиз такой сейчас у итальянцев после вчерашних событий доброе утро гену я на проводе сейчас проезжала мимо нам в порт вход со стороны коммерческого центра вход в порт там где входят грузовики выставили палатки жгут костры готовят пищу кто-то им конечно подвозит можно подвозить продукты надо тоже пару упаковок воды и чего-то купить и завести им если не будет стоять барьер полицейских то что случилось вчера триесте возмутило вообще всю италию потому что против мирной демонстрации ребята против этих работников порта пришли вот такие вот машины называются гидранты у которых хорошая ледяная вода ледяная вода с хорошим напором то есть вместо того чтобы смывать грязь с асфальта потому что вчера хотела вам снять молочник жизни опять не дает и вчера не давала сегодня основной молочник в отпуске а этот меня тревожит по пустякам я сама те заказ сделаю когда надо будет так вот то что произошло вчера в триесте возмутило всю италию от начала и до конца ребята вот эти вот гидранты я говорю помойте асфальт и хотела вчера возле аптеки снять вам фильм горы мусора вот такие вот такие крысы мусорными баками бегают они смывают людей мужики плакали плакали это было видео это вообще это невозможно было смотреть вчера столько прямых эфиров оттуда вчера и что вы думаете все народ возмутился возмутился их настолько эти их поливают а эти идут хлопают давай 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 понимаете если бы народ захотел что там эту группу полицейских понятно у вас машины у вас ваши слезоточивые стрелялки все такое прочее если народ захотел вас бы сжали вот такой комок народ не хочет таких знаете коварных действий они мирные мирные демонстранты которые действительно борются за свои права италия демократическая страна и вы ним вы ним никто не имеет права забрать свободу у народа вы понимаете вчера возле школы был распущен слезоточивый газ идет сзади мужик снимает это на видео кричит полицейский не 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 стреляйте этим газом говорит там школа одной беременной женщине выстрелили чем-то в лицо так вот она идет вся кровавлено и тут же эти же полицейские ее платочками вытирают вышла фонаре вышла фонаре либо что не видите что это женщины дети бабушки дедушки старики просто вот так вот посадились на асфальт а их берут заберу руки они сидят они как знаете как мумия а их переносит вы же всех не перенесете блин возмущению нет предела возмущению нет предела потому что работники порта приезде сказали что мы начнем работать но 30 мы ждем дракона на переговоры нашего главного действующее лицо они не пошли на это они вызвали полицейский наряд и начали вот это вернее это же форт форции форции милитарь это скорее даже не полицейские там это были немножко рангом повыше и стоит гад такой именем драконовского закона расходитесь а толпа стоит поливайте ах ты ж гад тебя этой волной не смоет тебя смоет только тебя смоет в такую что ты фиг оттуда выберешься ним не может это долго продолжаться понимаете не может это долго продолжаться все равно народ он наоборот воссоединился сейчас все дальнобойщики сделали клич едут все гену и остановлено у нас два порта два порта и остановлен и порт на вольтры и остановлен порт у меня здесь так же самое интересное в нашей жизни только начинается пришел тот долгожданный момент когда мы повторим драки на фиге но фенхель горячий только выскочил мишель у меня в паре сегодня сегодня мы лазал в этом целя не вымывает а вот она тяпы ляпы она горит ашу нету сальваторе нашего уборщика который нам иногда помогал он конечно не должен нам помогать но иногда своей машинкой заезжает я говорю а ты как думаешь у него говорю трехчасовый контракт каждый старается выразить свое отказался делать тест и он отказался делать green pass горит трехчасовый рабочий контракт я каждый два дня должен платить 15 евро горит перебьются в него есть чего жить в лес пошел на рыбалку пошел где-то возле дома кому-то окна помыл все такие вот дела я говорю а ты что думаешь я вот это я тоже говорю хотела остановиться но я знаю что просто если остановлюсь я то уже можно закрывать бар действительно клиентов вот собирали пока мы после всего этого периода в кучу собрали я говорю останется еда не придут люди на обед видите вот эту водичку я не выливаю даже можно самому попить как крупная вода точно также я вдруг люди не смогут прийти на бег я говорю сейчас одноразовые тарелочки у меня все это есть видите такие штучки с крышечками подписала остановилась возле порта передала бастующий машу думаете как она и будет вчера у меня даже рисового зернышко не осталось они сами приходят понимаете они сами приходят слушать поэтому итак кто не помнит нашего рецепта вентиля зажар здесь у нас фенкель соль перец немножко сыра и добавим сюда немножко сливок и и слоями переложим таким еще сыром ребята и плюс сверху я сделал как укропчик посыпочка это все фенкель уже как пахнет вот такие были крупные две большие головы фенкеля все сейчас я его складываю слоями я возможно когда вам снимаю сейчас сто раз могу повториться об одном и тоже извиняйте ребята потому что голова честное слово забита теми событиями которые происходят ты не можешь их пропустить мимо ушей немножко сливок добавила прям всю капелечку сыра и начинаю я это все свой фенкеля маленький слой сыра вернее два сыра и еще чуть-чуть сливочек добавлю если будет мало слой а 3 сделаем верхний слой без пластинок сыра чуть-чуть ниточка сливок буквально у них уже достаточно и теперь посыпаем немножко сыром и немножко сухариками сюда много много немножко панировочки а после выхода из духовки зеленочки все сейчас еще сделаю цветную капусту тоже ракина тут два блюда идут у меня духовочку запекаться а здесь у меня цветная капуста немножко не хватило цветной капусты добавила каву линии брюксель дюксельскую капусту порезала две моцарелки у меня осталось кусочек и дамера сейчас мы и его туда затулин немножко оливковым маслом польем и духовочку у нас сегодня таких два гратена вчера ответственная по макдональдсу не пустила на работу девочку она сама делает тесты и девчонка которая не смогла сделать тест пришла без зеленого паспорта ее к работе не допустили вот так вот у меня его никто и не спрашивает ребята уже в сумке два паспорта лежат я решу кто-то его спросит или вот это просто день не на ветер выбрасывая я в порядке сегодняшний минестроны тоже решила добавить чуть-чуть фенхеля люди уже просто просят горячий наваристый минестроны борща объем с мясом со своими инку и красиво будет и запах будет хороший минестрончик и никакой кукурузы что-то так смачно шкварчала тут шкварчала вас ваша сигаретка хотела сказать в остров и этот lingua italyana по пище называется жуй жуй глотай вы слышите как оно шукшит вам слышно вот так вот лазанья лазанья яичная проваривать не надо она у вас расклеится я сделала бешамель такую жиденькую смешала сразу на ляпаем нахлюпаем размазил кая сыр покажем супе намажем если густая бешамель можно добавлять сверху чуть-чуть молока я сделала пожиже поэтому не надо карточная игра раз два три четыре пять вышел зайчик погулять мишка выбегает у нас у зале заметает людей там мало ли там никого поэтому мне помогать не надо даже она собиралась мне картошку порезать и они не надо спасибо за то что почистили порежу потому что мои кусочки как-то знаете немножко отличаются там надо помельче надо побольше лазанюшка лазанюшка повернись ко мне передом клиентам задом вот видно шо я делаю быстрота и лаука струк называется индюк когда то самое главное в лазанье это угадать посоль на мускатный орех вот эти все приправы все остальное ловкость рук и никакого мошенничества сколько мы клоем накидать не заметили сейчас еще будет последний пачка закончилась у меня уходит пачка и еще один рядок купила по полтора евро евро пятьдесят четыре такая штучка стоит видите для домашней лазаньи этого было бы достаточно последний поворотик вы посчитали сколько у нас ушло минут на приготовление лазаньи несмотря на то что она будет запекаться я когда начинала делать свою первую лазанью ребята у меня на нее уходило ровно полдня соус бешанель я заварила буквально за две минуты на кофе машинки и лазанья готова осталось и у запечь и слопать этом видео я вам поставлю фотографию эриксончик смотрит как я работаю они смотрят меня по телевизору я мне говорит я вот смотрю и удивляюсь как ты можешь быть такая чистая такая белая на этой кухне она знает как мы захлюпывались ребята каждый день стираю что сделаешь это такое дело я тоже я тоже он сегодня уже чем-то зеленым на себя ляхнула томатом где-то брызгала вечером постираю и завтра буду опять вся беленькая секрет прост хорошо стиральный есть машина есть только что сбегала в этот супермаркет мне надо было такое что ребята цукини поставили цену 5 евро за килограмм представляете 5 евро за килограмм а фонарей я сегодня поеду в лидл закупку делать наш супермаркет все закрыт покажу я вам постояла лазанья смотрите какие края видите как она набухла понадувалась вот это все осталось пропустить через духовку это уже на завтра так мясо это вырезка сына и отбила в маслице соль перчик и тимьянчик обмакнула обваляла в сухарях вместе с сыром и вот это будет у нас брачола димаяли обычно брачола димаяли идет на косточке но у меня чистая поэтому так удобнее кушать картошка картошка вырыть господи говяжий желудок настоится он когда настоится он вообще такой знаете вкусный стойрую руку пока заняла такая брачола вот наши триплес смотрите как они на свету смотрите и лазанья собранная на очень быструю руку этот я фентель поставила на разогрет а у меня сегодня жареная камола наши капусточки и на стрончик песта надо смешать как всегда это потом все кипит все бурлит это я выключила все нормально надо кухне только выбрать на кухне еще бардак она завтра мне по росту готовится видите мясо в духовке но его не видно завтра покажу вы наверное поняли куда я иду да иду пешком потому что вдруг там негде машину поставить посмотрим снимать не буду ребята просто несу еду люди продолжают подходить я туда в палатку отдала все кушать у них есть что напитки есть все есть слава богу одеяло есть по кухне варят мала зеркал троих сонсона он дата пьеде у дедо сэмон церкви саралли паркетчо и соно андата веститая бьянко простисти, чтобы показать, что я пацифиста. Потому что они все урляют, что они дают, что они дают. Они правы. В некоторых местах делают вакцины, но не знаю, где. И даже не будут подписаться. И они делают. Было, было. Это еще не конец. Заехала в Лидов, купила себе покушать. Купила Луи Джину вино. Ну и заодно сейчас покажу вам, какие у нас с вами помидоры. Вот эти, те, которые мы с вами не убрали, видите, они даже стали побольше, чем были раньше. Раньше они были как семечки мелкие. А сейчас смотрите, крупнячок какой для моей рыбки. То, что надо на завтра. Тут вообще, сейчас надо выбирать, потому что там море красных, но они все под низом. Видите? Сейчас я буду залазить. А там наверху есть еще и крупные красные. Продолжают цвести. Представляете? Ночью у нас, смотрите, такие кисти. Зеленые. Только-только завязались. Плюс девять-восемь градусов. А помидоры вяжутся. Какого они вяжутся? Посмотрите, куда заползла наша тыква. Видите? Она все делает маленькие тыковки. Тыковки-челыковки. Тут тоже, смотрите, такие красивые помидоры. Сейчас я их соберу. И вот красавцы. Это вообще, это сегодня. Я съем, купила себе греческий йогурт. Сделаю такой салатик. Красный лук. Свежий помидор. С огорода. Ну не прелесть ли? Представляете? Вот так вот. Так что, ребята, сегодня у нас 19 октября. Вот такие вот делишки. Так что, на этом все. Всем пока. Увидимся завтра. Завтра своих рыбкой побалую, побалую. Даже скоро два лимона поспеют. Вот один и второй. Видите, какие большие. А там еще третий, вижу, выглядывает. Но этот заморыш остался. Видите, что-то с ним. Что-то с ним не то. Варда он по. И помодори де ла лили. Варда. Варда ли? Варда ли? Фиорискону. Эфанно. Сон здрояти. Ха-ха-ха. На этот дом не давай он. Пох Care aussi. Варда ли чем Five Нос на Nord. Продолжение следует...